Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех, кто вместе с нами изучает Библию. Прежде всего, хочу попросить извинения за то, что у нас был пропущен выпуск из-за технических неполадок. Ну а мы с вами приступаем к пятому уроку. Очень интересный урок нас ожидает. Свобода от долгов. Я думаю, эта тема интересна будет всем абсолютно и без исключения. Памятный стих звучит так. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом-заимодавца. Притчи 22.7. Итак, тема долгов. Одно из определений долга – это жить сегодня на то, что вы рассчитываете заработать завтра. И тема долгов касается каждого человека. На самом деле, для многих людей сегодня жить в долг – это образ жизни. Некоторые находятся в таком замкнутом круге. Как только они получают какие-то средства, они тут же пытаются расплатиться с долгами, они покрывают какие-то долги, но потом снова начинают брать в долг для того, чтобы дожить до следующей зарплаты. И этот цикл, этот круг никак не заканчивается. Сегодня можно видеть, что даже государства, целые страны имеют государственный долг. Корпорации имеют корпоративный долг. Люди имеют частные долги. Сегодня, допустим, такая страна, казалось бы, процветающая, великая страна, как Соединенные Штаты Америки, имеет государственный долг размером 31,4 триллиона долларов. Огромная сумма. Нам даже очень сложно себе представить, что это за сумма. Ну, давайте попробуем представить. Представьте себе 100-долларовые купюры. Да, это самая крупная купюра в долларовом выражении. Представьте себе стопку или пачку 100-долларовых купюр. 100 купюр, как их обычно связывают вместе, вот скрепляют 100-долларовые купюры. Представьте себе такую пачку. Представьте, что на ней лежит еще одна такая пачка, и на них еще одна. И вот такие стопки выложены такой башней. Представьте себе, что вот 31,4 триллиона долларов выложены вот такими пачками 100-долларовых купюр. Высота этой башни будет 40 тысяч километров. Это означает, что если положить на бок эту стопку, то она обогнет полностью землю по экватору. Представьте, как много это денег. Соединенные Штаты должны такую сумму другим странам мира. Как же они процветают при этом? Почему же все так стремятся поехать в Соединенные Штаты? Почему считается, что там один из самых высоких уровней жизни на Земле, если эта страна является страной-должником, причем самым большим должником в мире? Это интересный вопрос, и я думаю, что на этой неделе мы найдем ответ, может быть, и в том числе и на этот вопрос. Потому что говорят, что долги бывают хорошие и бывают плохие. Правда ли это? Попробуем разобраться в этом. Но вот то, что говорит Священное Писание, оно говорит, что отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Библия учит нас возвращать долги, возмещать все долги, всех видов, и в том числе любовь друг к другу. И вот на этой неделе мы рассмотрим причины возникновения долгов и как можно избавиться от долгов. Так что, если у вас есть долги, вы получите ценную информацию для себя. Если у вас нет долгов, вы получите информацию, которую можете использовать, советуя другим, как избавиться от долгов. И первая тема за воскресенье – это проблемы с долгами. Из-за чего они возникают? Вообще, если посмотреть, в книге Второзакония, 28 глава, 1-2 стихи написано. «Если ты, когда перейдете за Иордан, в землю, которую Господь Бог ваш дает вам, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего». И в числе этих благословений, которые Бог обещает, есть и такое. 12 стих, тоже 28 главы, Второзаконие. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать». Итак, давать взаймы, иметь способность давать взаймы – это такое благословение. Благословение, а вот принимать или брать в долг у других – это считается неблагословение, а даже может быть какое-то даже и проклятие, что ты настолько беден и ничь, что вынужден брать что-то в долг. И вот об этом мы с вами порассуждаем. Давать в долг, брать в долг и все, что с этим связано. Исследование показывает, что существуют три главные причины, по которым люди впадают в трудное финансовое положение, из-за которого они влезают в долги. Первая причина – это невежество. Когда люди не умеют управлять своими финансами, они не умеют распоряжаться тем, что у них есть, считать деньги, считать свои расходы, регулировать свои расходы, то они впадают в состояние, когда вынуждены брать долги или просто они берут бездумно долги и живут вот так постоянно в долгах. Вторая причина – это жадность или эгоизм. Когда хочется чего-то, чего ты на самом деле себе позволить не можешь, но тогда ты берешь кредит или что-то в кредит покупаешь, вот потребительские кредиты. Тебе хочется иметь хороший большой телевизор, ты его покупаешь, хотя денег нет, но ты берешь его в кредит, фактически в долг. И потом ты этот долг постепенно возвращаешь. Ну, естественно, ты переплачиваешь при этом. Или тебе хочется какую-то дорогую современную машину, ты берешь ее в кредит. Или тебе хочется холодильник новый, большой, красивый и такой с хорошими параметрами, свойствами. Но у тебя есть уже холодильник, но тебе хочется новее, больше. И хотя ты не можешь себе позволить, но ты понимаешь, тебе предлагают брать его в кредит, и ты берешь его в кредит. Вот такие кредиты, такие долги, они возникают из-за того, что тебе хочется иметь больше, чем на самом деле ты можешь сегодня себе позволить. Третья причина, из-за которых возникают долги, это личное несчастье или какие-то проблемы, которые случились не по твоей вине, возможно. А может быть и по твоей вине где-то. Но когда случается что-то, из-за чего тебе приходится влезать в долги или образуется долг сам собой. Вот эти три причины основные. Какой бы ни была причина, даже если человек сам виноват, но долг можно уменьшить. С долгом можно как-то обращаться, долг можно возместить и вернуть. И вот как это делать, мы с вами будем разбирать в следующих темах. А сегодня давайте мы закрепим то, что мы прошли. 1 Тимофея 6 глава, 6 по 9. Великое приобретение, пишет апостол Павел, быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Итак, апостол учит нас, что нужно стараться быть довольными тем, чем вы обладаете, и не стремиться иметь больше того, что вы можете себе позволить сегодня. Лучше не делать долгов, лучше довольствоваться тем уровнем жизни, который вы можете себе позволить, и при этом искать возможности, иметь больший доход, чтобы иметь возможность позволить себе больше. Чтобы можно было и себя обеспечить, и свою семью, еще и нуждающимся помогать. Вот как это делать, мы об этом дальше будем с вами рассуждать. На сегодня мы на этом завершаем, давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты все даешь нам для жизни и благочестия. Помоги нам только, Господи, ценить те возможности, которые у нас есть, уметь жить посредством и уметь управлять своими ресурсами так, чтобы не влезать в долги, Господи. А если уж получилось так, что мы в долгах, то научи нас, как мы можем из этих долгов выйти, как можно возвратить эти долги, чтобы иметь возможность жить свободно и также помогать нуждающимся. Господь, в этом большая радость. Помоги нам научиться быть довольными тем, что мы имеем одежду и пропитание, Господи, и доверять Тебе во всем. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя. Аминь. Спасибо, дорогие друзья, что вместе с нами, вы продолжаете изучать Священное Писание. Теперь я хочу обратиться к тем, кто читает Слово Божье по плану. Мы с вами прочитали Евангелие от Матфея, и мы переходим с вами не к Евангелию от Марка, как можно было бы ожидать, но мы переходим с вами к Деяниям апостолов, а потом мы вернемся к Евангелиям. Так построен наш план, что мы не просто читаем 4 Евангелия подряд, а эти 4 Евангелия у нас разнесены на протяжении всего года, и мы после Матфея читаем Деяния, потом Марка, потом будем послания читать. И вот таким образом будем равномерно изучать Священное Писание, чтобы оно лучше ложилось нам на сердце. Пусть Господь благословит вас. Евангелие от Матфея завершается великим поручением Христа, и так идите и научите все народы. Деяния апостолов описывают, как апостолы начали исполнять это поручение, и как удивительно Господь действовал через них, и Слово Божье распространялось бурно через учеников Иисуса Христа. Пусть Бог поможет нам, чтобы и мы были такими же учениками. Читая Деяния апостолов, будем вдохновляться их примером, будем подражать их опыту молитвы исполнения Духом Святым, и будем стараться повторить этот опыт, эту проповедь евангельскую и в наше время. На этом мы с вами прощаемся. Пусть Бог благословит каждого из вас. До завтра. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...